Всем привет, с вами Алекс, и мы продолжаем играть с вами в игру под названием Detroit Become Human. На прошлом прохождении мы остановились на том, что на нас напал какой-то вообще на голову отбитый демонстрант, побил нас ногами, ну и после этого мы сели в автобус. Ну и теперь мы продолжаем. Теперь мы играем за другого андроида. Мы приехали, как я понимаю, домой к этому мужику, да, потому что он наш хозяин. И, судя по всему, он живет не в очень благополучном райончике. Так, кто-то смотрел на нас из окна. Используйте R1, чтобы сменить ракурс камеры. Так, отлично, смените. Да, и думал, что у нас тут есть что-то интересное. Вообще нет, впереди стройка, можно посмотреть. Так. Тебя не было две недели, так что в доме срач. На тебе уборка, готовка, стирка, глажка и все по части... Чтоб ее, куда опять подевалась мерзавка? Алиса! Алиса! А, вот ты где. Это Алиса, тоже на тебе. Искупать уроки... Это его дочка, как я понимаю. Ясно? Да, тот. Начинаю тут, потом второй этаж. Удерживайте R2, чтобы выполнить сканирование. Но это я уже понял. Короче, куча всего здесь у нас, и убрать надо, и пропылесосить, и вещи грязные стирать. Короче, куча поручений. Не знаю, с чего начать. Кажется, капец, как так можно было... Он сказал, две недели меня не... Ну, точнее, моего андроида не было, за которого я сейчас играю. Не было две недели в доме, как можно было за это время так загадить весь дом? Капец. Не знаю, давайте мусорку возьмем. Начнем все убирать туда. Так, кто-то звонит, да? Или что? Или это ему? Убираем. Да, давай, прям с тарелкой выкидывай. Нафиг она нужна? Проще выкинуть, чем помыть. Правильно? А это смотрю, что надо. Так. Вы протерли стойку. Теперь нужно что сделать? Вынести мусор, браться на кухне, брать журнальный столик. Пойдемте к журнальному столику. Я достану. Блин, какой у него крутой телевизор. Смотрите, он что изогнутый, что ли? Блин, класс. Смотрите, он изогнутый, вообще без рамок. Но, кстати, не очень реалистично смотрится. Хотя это же телевизор будущего. Классно. Так, убрать столик. Давай, отойди. Ну, ты будешь убирать, и ничего. Да хватит уже тут маячить. Че-то режешь на меня, сейчас будешь тут сам убираться. Сейчас как стану тут, я... Стану оставить свои права. Понятно, буду здесь, короче. Делать, что хочу, понял. Отлично, здесь мы убрались. Убраться на кухне. Конечно, здесь такой типичный американский домик, как прям в фильмах во всех показывают, в кино. На самом деле, хорошо сделано. На достойном уровне проработано всё. Убраться на кухне, отлично. Теперь мы можем вынести весь мусор, который накопился у него в доме за две недели. Так. Че там, посмотреть можно. Ну ладно, допустим, посмотрел. Дальше. Можно выйти на улицу. Так, вот мусорный бак. Остались только срочные поручения. Там, чё, другой андроид стоит или чё? Мне показалось, может быть автобус. И зачем мне автобус? Ну какой-то здесь... Мужчина туда зашёл. А андроид... Назад пошёл. К остальным. На последнее сидение. Так. В дом. Чё за херня-то? Что-то страшно делает. Ты чё такой резкий, а? Фига, это чё такое? Нет, я ещё не закончил дело на первом этаже. Я думаю, буду всё убирать. Тут ты чё? Ты наркоман, что ли, а? Да, смотрите, у него какая-то красная штука на столе лежит. Блин. Ну посмотрите. Я знал, что он наркоман. С самого начала какой-то подозрительный был. Так, чё нам дальше надо делать? Срочное поручение. Поговорить с Тодом. Нет, это мы не будем пока делать. Дополнительное поручение. Собрать посуду. Включить пылесос. Что у нас там? А, здесь робот-пылесос. Вы посмотрите, как всё по-умному сделано. Так, включить. Посмотреть задний двор, собрать посуду. Алиса! А ну прекрати сейчас же! Есть посуда. У нас здесь что-то было. Наверное, здесь. Вот дороже. Взять. Да, вот посуда, отлично. Угу. Блин, пылесос ещё такой с подсветочкой. Моднялый весь. Технологичный. Посудомоечная машина. Отсутствует деталь. Вы заказали деталь. А, прикольно. То есть, андроид понял, что, типа, какая-то неисправность техники есть. Её просканировал, нашёл в чём проблему и деталь заказал. Классно. Так, куда нам? Ну, блин. Пылесос. Можешь отъехать, пожалуйста? Ээээ... Ну, давай, чё-то там долго будешь пылесосить ещё. Так, мне кажется, с ним чё-то нехорошо. Чё, дать. Не, вот, наркоману чем-то красным дышит непонятным. Фу. Ужас. Эээ... Положить. А, прикольно. Мне ещё нужны геймпад так повертеть, чтобы она ещё его помыла. Так, а девочка за нами наблюдает. Ну, видно, что она такая печальная. Ну, конечно, батя-наркоман там орёт на неё. Жалко. Так, опять нужно потереть. Кэра! Да, тот? Пиво мне холодного! Слушаюсь. Да что? Сюда, да? Это у него холодильник, чем забить здесь. Я вижу упаковку из-под яиц. Там, по-моему, кусочек сыра лежит. Всякие банки, бутылки. По-моему, у него практически ничего такого, что можно покушать, нет. На тебе. Так, что нам ещё надо сделать? Осталось, точнее. Осмотреть задний двор. Короче, я так понимаю, если мы с ним поговорим, то мы всё закончим. Давайте ещё задний двор рассмотрим. Принести одежду. Чё-то у него вообще всё в отвратительном состоянии. Капец. Сюда же нам надо, да, подойти или нет? Что нужно сделать? Корзинку можно взять? Да. Снять. Перестирать бельё. А, он, короче, просто тупо... Я так понимаю, это завод, как андроид сломался. Просто она, типа, бельё постирала, повесила, этот поленился его снять. Вообще класс. Как можно быть таким ленивым? Поиграть двор, погода, школа. Не знаю, погода. Погода сегодня плохая. Можно простыть. Хочешь, я принесу тебе свитер? Школа. А урока сегодня нет? Что-то она не особо хочет разговаривать. Ладно, пойдёмте, перестираем бельё. Взять. Надо порошочек взять. Взять. Что там торчит? Ага, дядя спалился. Чё это у нас такое? Наркотики, да? Красный лёд, ацетон, литий, тиреум. Дальше не успею прочитать. Вот уж нифига. Ты лучше не суйнос в мои вещи. А то я психую. Ещё полицию вызову. Пустил меня. Не лезь в мои личные дела, если не хочешь разозлить. Трогай. Хочешь разозлить? Нет, Тот. Ты сам постирать бельё сказал. Чё надо было, что ли? Положить твои наркотики рядом на полочку. Такой, о, я ничего не видела. Буду дальше стирать бельё, да? Кстати, вот мне интересно. У американцев я часто видел и в передачах, и во многих фильмах там типа показывают, что у них прям отдельные такие есть комнаты, где там стиральные машины стоят, всякие порошки. Вот это всё. Причём практически в каждом доме. Довольно-таки интересно сделано. Что нам нужно ещё сделать? Поговорить с Тотом. Короче, мы всё выполнили, осталось только поговорить. Чё там, хоккей, да? Хочу посмотреть. Козёл. Мы хорошо начали. Пойду наверх. Делай своё дело, но не маячь перед носом. Эммм... Так. Пойдёмте наверх. Прибраться наверху. Отлично. Какие-то игрушки по лестнице разбросаны. Чё тут ещё у нас? Так, я так понимаю, нам нужно убраться в комнате Тодда, Алисы и в ванну ещё надо заглянуть. Понятненько. Так, чё у нас тут? Прибраться. Так, это журнал. Андроид Квотербек. Киберлайф представила рубрику... А, публики Андроид Квотербека. Лёгкий бросок, интервью с известным баскетболистом. Следующее, чё у нас тут есть? В общем, не важно, что у нас здесь ещё есть. В общем, если вы хотите, можете поставить на паузу и прочитать. Мне это не очень интересно. Что у нас тут только две статьи здесь, да? В общем, не будем на эти там останавливаться. Гитарка. Что у нас тут ещё? Окошко. Открыть и проветрить надо. Потому что наверняка уже тут две недели не... А, прикольно ещё джойстиком можно так делать. Телевизор. Ключи. Чё там показывают по телевизору? Новости спорта. Так, это нам не очень интересно. Тоже какой-то мультик. Вот о чём я и говорил в предыдущей серии, что андроиды повышают уровень безработицы в стране. Так, это хоккей, который внизу этот наркоман смотрит. Ладно, в общем, выключим. Чё у нас тут есть? Застелить можно кровать, да? Отлично. Прикольно, такой андроид у тебя по дому ходит, всё убирает. Даже ничего делать не надо. Антидепрессант содержит теопентин, ещё чего-то содержит. О, пистолет. Что-то мы разблокировали. Неплохо. Вот, вы разблокировали диалог или действие, это нередко бывает полезно. Да, вот о чём я и говорю, что когда я проходил демо-версию, я очень мало всего осмотрел из-за этого. У меня не очень хорошая концовка получилась. Вот, поэтому здесь я постараюсь таких ошибок не допускать. Так, журнал мы посмотрели. Там ещё что-то есть на полке. Прибраться. Чипсоны валяются, алкоголь, пустые бутылки. Короче, яркий пример того, как не надо делать. Всё? Ещё что-то на полочке есть. Ага, что-то у нас тут выпало. Даже керафики, вот то, что увидела. У неё аж светодиод жёлтым сгорелся. Так, в комнате Тодда мы прибрались. Куда теперь идти? В комнату Алисы. В ванну можно найти. Чё ты такой дерзкий, а? Старый, чё я тебе сделал, а? Так, я надеюсь, нам не будут всё в красках и подробностях показывать. Ну да. Это же не ванная была. Правильно я понимаю? Правильно. Так, нам нужно ещё здесь прибраться. Какие-то шампуньки валяются. Короче, вообще, за две недели дом пришёл в полный упадок. Вообще, срач везде. Абсолютно. В каждой комнате. Что нам ещё нужно сделать? Полы помыть? Почему бы нет? Нужно, опять же, повозюкать, как посуду мы мыли, так же будем полы мыть. Ну, я вроде всё правильно делаю. Нет. Отлично, в ванной мы убрались. Алиса, теперь в комнату Алисы можно подойти. Просто хочу прибраться в комнате. Ты чё ты меня боишься? Ты же меня видела раньше. Алиса в стране чудес. Алиса в стране чудес. Какая же это могла ещё быть книга? Конечно. Так, открыть окошко. Проветрить. Мы опять что-то открыли. Опять что-то разблокировали. Заправить кровать. Всё, мы всё сделали, что надо было. Это чё такое? Взять. Так-то закрыто у нас. Угу. Может быть с тобой нужно поговорить? Алиса. Изложить факты дружелюбно, дипломатично. Давайте дружелюбно. Мы вроде с тобой дружили до моей перезагрузки. Может ещё подружимся? Имя Кэра. Так, подождите. Имя Кэра, интересы, притихла мама. Ну, мама у неё явно нет, поэтому я думаю, спрашивать об этом нет смысла. Притихла, интересы. Имя Кэра. Это ты выбрала мне имя. Кэра. Красивая. А почему такое? Интересы, притихла, интересы. Расскажи мне о себе. Во что играешь? Где гуляешь? Что ты любишь есть? Мне это важно. Оставить в покое. Она не очень хочет с нами разговаривать, поэтому давайте в покое оставим. Ладно. Тебя нужно оставить в покое. Я лучше пойду. Теперь мы можем открыть эту шкатулку. Отлично. Интересно, что в ней, наверное, какие-нибудь рисунки, я не знаю, игрушки. Ну да, как я и говорил. Клевер счастливый. Так, это фотография. Блин, я по привычке, когда на фотографию взяла, хотел как в ордеру 1886 покрутить в руках все. Но здесь так нельзя, к сожалению. Так, маленькая дочка, это тот, который внизу наркоман, и мама. Правда, непонятно, почему девочка со светлыми волосами, а Алиса, у нее темные волосы. Наверное, разные дети. Может, не знаю. Так, что-то у нее красный на лбу. Короче, ее кто-то ударил. Типа, вот ее злой батя. Он ударил. А, вот, это я, это Кэра. Короче, он ударил Кэру. Кэр... Нифига, рука оторвалась. Я сразу знал, что Кэру машина не сбивала. Так. Он ее... Ударил. Потому что он сразу какой-то подозрительный был. Вы знаете, вот есть люди, на которых посмотришь, и сразу вот такой смотришь на них, такой, ну, ты подозрительный тип, явно. Все, теперь можно вниз идти, да, получить новое указание. Так, а игрушки эти не надо убирать нам? Типа, задание убраться нужно было. Нет. Ну ладно. Что ты видишь, играет она? Что-то мысли видишь ее, что ли? Неудачник. Сидит на жопе, работу не ищет. А ты что, думаешь, я не пытался? Чтобы я не делал, какая-нибудь сволочь все мне портит! Офига ты дерзкий. Да я же все понимаю. Не, ну наркоман, что с ним? Ты меня ненавидишь? Я полегче ты, девочку-то отпусти. Ты что, ребенка до слез довел? Господи, что я делаю? Прости, зайка, прости, ты же знаешь, я тебя люблю. Ты это знаешь. В общем, девочка явно не хочет находиться с ним в одном окружении, но у нее нет выбора, к сожалению, это... Так. Отлично, мы прошли задание. Так, подождите, что мы не открыли? Я же сделал, по-моему, все, что можно было. Еще чего-то два я не открыл. Интересно, что? Братцы на первом этаже, я же все вроде убрал. Там еще что-то было? Ну, а так мы все, кстати, открыли. Нормально. Продолжить. Так, теперь нам опять Маркуса показывают. Там... Как я понимаю, домой пришел, да? Да, это... Дом его хозяина. Положить заказ. Можно посмотреть. Прикольно, кстати, когда я кручу камерой, Android тоже головой крутит, как будто... Прям я вживую им управляю. Классно. Положить штоку кнопку нажать. Ну, я же вроде сделал, да. Отлично. Все, заказ мы забрали, положили. Теперь нужно подняться наверх и разбудить Карла. Картина. А сюда можно пойти вниз? Что у нас здесь есть? Нужно сюда пойти. О, можно уже что-то сделать. Прикольно такой домик. Я бы даже сказал, что прям офигенный. Прикольная кружка разрисованная. Со смайликом. Поставить поднос на обеденный стол. Пойдемте. Так. Поставить. Что-то еще я могу здесь сделать? Стол. Здесь очередной журнал. Что у нас здесь интересного? Северный полюс. Почему он так нужен России? Отлично. Что-то про Россию уже пишут. Прикольно. Что там дальше? Читане наши нашли жизнь. Нет, давайте про Россию прочитаем. Что там? Quantic Dream. Про Россию пишет. Северный полюс. Почему он так нужен России? Сокровище во льдах. Россия демонстрирует повышенный интерес к территориям на Северном полюсе. В связи с недавно обнаруженным подо льдом залежами ценных материалов. Многие из которых используются при синтезе Тириума. Что такое Тириум? Возможно это то, из чего делаются андроиды. У меня без понятия. Непонятно, в общем. Так, еще там есть рояль. Сюда мы не будем пока заходить. Пойдемте уже будить Маркуса. Ой, не Маркуса. По-моему Карл и... Карл его зовут. Если я не ошибаюсь. Прикольно, смотри, здесь какая-то штука, она еще на лестнице. Интересно, что это такое. По-моему, это для инвалидов делают такие штуки, чтобы им можно было по лестнице спускаться. Что, туда нужно или куда? Блин, здесь дом как музей какой-то, огромная просто библиотека. Всякие фигуры стоят. Класс. Раздвинуть шторы. Ага, вот и Карл. Кстати, у него какие-то дыровки на руках. Погода облачная. 12 градусов. Влажность 80%. Вероятное ливни во второй половине дня. Такой день не грех провести в постели. Дать лекарство Карлу. О, я и забыл. Вот в чем состоит разница между мной и тобой, Маркус. Ты ничего не забываешь. Пожалуйста, дайте мне руку Карлу. Нет. Карл. Спасибо. Я едва открыл глаза и уже стискиваю зубы. Человек такая хрупкая машина. Так легко ломается. Столько усилий, чтобы не угасла жизнь. Эй, а что с твоей одеждой? Все в порядке. Просто демонстранты на улице. Да и что демонстранты на улице, скажи ему. Он, судя по всему, богатый. Он, короче, их в тюрьму посадит. Они думают остановить прогресс, избив пару-тройку андроида? Кстати, я вот этого тоже не понимаю. Типа, какая-то кучка демонстрантов. Там буквально сколько их на человек 15 было. Просто побили одного андроида. Ради чего? Вот так. Они вообще ничего этим не сделают. Сейчас я отнесу вас в ванную. Короче, хозяин у Маркуса инвалид. Класс. Прям двери сами открываются. Прикольно. Так, он художник. Понятненько. Вы разбудили Карла. Посадите его за стол. Да, в музее современного искусства открывается ваша ретроспектива. Четыре приглашения от директора галереи с просьбой подтвердить присутствие. Наверное, сюда. Да, я знал, что это Лимфо-Лиза. Что я угадал. Письма от почитателей. Я уже ответил. А Лео что-нибудь слышно? Нет, Карл. Интересно, кто такой Лео. Хотите, я ему позволю? Птички. Не нужно этого. А, прикольно. Птицы тоже не настоящие. Вот это классно, птички. Захотел? Завел. Я жду. Когда достали, можно выключить. Класс. Так, нам нужно его подвести, что ли? Или что с ним сделать надо? Взять. Я проголодался. Завтрак уже готов. Бекон и яйца. Все как вы любите. Спасибо, Маркус. На здоровье. Телевизор. Пять про Россию. Ну иди, чем себя занять, пока я завтракаю. Ладно. Да, хорошо. Чем-нибудь займемся. Не знаю, можно на рояле все-таки поиграть? Что там можно посмотреть? Книги? Нет, я хочу поиграть на рояле. Играть. Меланхолия, Меланхолия, Надежда, Откровенная, Загадка. Ммм, давайте. Давайте откровенность. А, прикольно. Смотрите, я на сенсорную панель нажимаю. Вот каждый раз, когда желтая линия появляется, мне нужно тапнуть по ней. Интересненько. Интересно, я могу прям быстро нажимать. Ну, вот так себе получается. Так. А. 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 Красивая мелодия. Прикольно, что в этой игре есть выбор, то есть, можешь выбрать какую мелодию играть, кто пойти, что сделать, здорово, на самом деле, ни разу не играл в игры подобного жанра, но мне пока очень нравится. Манера твоей игры изменилась. Иногда ты бываешь человечнее многих людей. Настанет день, когда меня рядом не будет. Придется защищать себя, самому делать выбор. Реши, кто ты, кем хочешь стать. Этот мир не любят тех, кто не как все, Маркус. Не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Едем-ка в студию. Поехали. Я только зам. А, или это здесь, прям в доме. То есть, никуда не надо уезжать. Смотрите-ка, сел. На такой манипулятор и погнали рисовать. Сними чехол. Ждать указаний Карла. Браться в студии. Что здесь можно сделать? Поднять холсты. Холсты. Что у нас здесь? Так, вот краски, которые я приносил. Кстати, они... Они, по-моему, были... В другом месте, насколько я помню. Как они здесь оказались? Так, что еще можно сделать? Еще что-то можно помыть. Или нет? Здесь же указатель был. А, нет, вот сюда. Нормально, просто в раку не поставил, пусть стоит. Ну че, дедуль, ты закончил? Ну, и каков твой вердикт? Ну, в принципе, неплохо, но ничем особым она не выделяется. Давайте нажмем нравится. Да, в этом правда что-то есть. Что-то такое... Неуловимое. И мне нравится. Беда в том, что мне нечего больше сказать. Каждый мой день лишь приближает меня к смерти, а я, как могу, цепляюсь за свои кисти. Какой же машина, какие у него таланты могут быть? Нарисовать, но я... Что рисовать? Все, что угодно. Попробуй. Ну, давайте творить. Найдите предмет для рисования. Че у нас здесь есть? Статуя, стол. Че тут еще? Так, можно скопировать картину. Давайте скопируем. Просто может другими цветами нарисовать все. Но мне кажется, он просто прям вообще один в один скопирует. Прям один в один. Так это че твоя картина? Своими глазами. Карл, я... Я не смогу, этого нет в моей программе. Давай, попытайся. Холст перед тобой. Прикольно, если нам сейчас разрешат вообще что угодно нарисовать. Закрыли глаза, допустим. Вообрази то, чего не существует, что никогда не видел. Теперь сосредоточься на своих эмоциях. И пусть твоя рука сам оплывет по холсту. Андроиды, человечность, личность. Андроиды, человечность, личность. Давайте... Не знаю. Личность. Андроиды, отчаяние, сомнение, пленник. Давайте андроиды. Давайте андроиды. ... Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok